Всем привет! Время 7 часов утра. Да, Масек? Мы с кошкой не спим уже давно. Солнце встало. Вон как ярко светит. Сегодня плюс 30 обещают. Я думаю, что будет, судя по всему. Уже очень тепло. Роса на траве. Похоже на иний. Я вышла, думала иний. Нет, просто роса такая белая. Прикольно. Давно уже ничего не снимали, не выкладывали. Короче, забросили мы свой канал. Я уже не помню, когда последний раз туда выкладывали. Лето. Всем лень, не охота. Какое-то заполошенное лето. Постоянно где-то катаемся. Маска, даже кошка, нас не видит неделями. Дома не бываем. Решили сегодня в один ролик все объединить, рассказать, как у нас прошло лето. Вот, прошло оно у нас весело. Интересно. Много чего нового. Ну, обо всем расскажем по порядку. Попытаемся кратко. Да, Лелуха? О, Лелуха даже не спит уже. Чего ты там сидишь? Сощурилась. Ты меня не видишь? У нас собака плохо видит. О, зевает. Ну что, поехали. Что же у нас случилось за последние четыре месяца? Итак, вооружившись домашними постряпушками в апреле, мы ушли на самоизоляцию. Самоизоляция по-деревенски, это когда, даже выйдя на улицу, тебе надо очень сильно постараться, чтобы найти хоть кого-нибудь, от кого можно самоизолироваться. Люди. Нет никого. Тишина. Можно идти гулять. Красота. От безделия я взялась за вязание, а муж поставил домашнее пиво, которое, ну, очень быстро закончилось и мы рванули на шашлыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А потом наступил май. А 9 мая нашу бабушку-соседку приехали поздравлять школьники. Это было очень трогательно. И бабушки заплакали, и соседки заплакали. Молодцы школьники, что не забыли. У нас зацвела слива и анютины глазки. Лук на огороде зазеленел и рассада в парнике. А мы впервые в жизни собрали и засолили папоротник. Ну и конечно, первый раз отправились на природу. Всем привет! У нас сегодня 12 мая 2020 года. Четвертый день подряд стоит жара плюс 30, даже больше в Новосибирске. В Новосибирске мы выехали чуть-чуть попробовать порыбачить. Ну и просто покататься, отдохнуть. Там Сережа разматывает удочки. Очень жарко. Вообще, первый май такой жаркий за много-много лет. Что даже середина мая еще не пришла. А такая жара стоит, как будто июль. Рыба есть, рыба плюхается, только ловиться не хочет. Видимо, у нее еще не обед. Хоть бы каких-то карасиков поймать, пожарить. Так рыбе хочется. Вон рыба прыгает прямо из воды. Прям прыгает. А ловиться не хочет. Вот зараза какая. Ну ладно. Если что, в магазин придется заехать купить. Ну что, не ловится рыба? Не хочет? Червяков твоих жрать. Ах, какая. Нехорошая рыба. В общем, рыбы мы в этот раз так и не увидели. Это был наш последний отдых в мае. Потому что после него мы приступили к очень важному делу, давно запланированному. Это ремонт, а именно обшивка и покраска дома. Уже недели две, как стоит жара. Вот у нас ведутся малярные работы по дому. Мы красим дом. Точнее, Сережа красит, а я снимаю. Как раз правду сказала. Да. Я дом не красила. Я окна только крашу. И пирожки с твяпой. Самый простой и дешевый вариант отделки дома. Просто взять его и покрасить. Ну, благо он деревянный. Потому что сайдинг или чем там еще всякие отделки. Это все, конечно, дорого. Если нужно по-быстрому и дешево, то, пожалуйста, краска самая дешевая. Покрасить дом нам обошлось где-то, ну, будем считать, где-то 5 5-литровых банок. Это 25 литров. 25 литров краски. Одна банка 400 рублей. 5 банок. Ну, 2000. 2000 цена вопроса. Отделка дома. Ну, плюс там кисточки. И все такое. Мелочь. И пол-литра. И пол-литра, чтобы помыть. И луха отдыхает. И луха, ле-еле. Мучилась за день жарко. Наблюдать за тем, как муж красит верхний этаж дома, было зерещем не для слабонервных. Управившись домом, мы убрали старую опору электричества, которая портила нам весь вид на лужайке. И с чувством выполненного долга отправились рыбачить на Алтай. Кстати, к тому моменту я уже сгорела на солнце дважды. В этот раз рыбалка была удачной. Немного карасиков нам все-таки удалось поймать. Вернувшись домой, мы просто ужаснулись огороду и неделю пололи грядки и косили траву. Первый раз сходили в лес за грибами и удачно насушили первых грибов. Сорвали первую клубнику с грядки. Снова съездили на рыбалку и поймали окуня в оби на спинник. Окунек! Купили металлоискатель. Нашли железо. А потом чуть не раздавили крота. Ой, кто у нас здесь пищит? Господи, никогда не видела. Павел, смотри, вон порвали, Наташа. Дрались кроты? А, точно. Это крот. Бедненький, лапки сложил. Заблудился слепой. Норку вон копать начал. Норку себе копать надо. Переверни его. Можно переворачивать? Переворачивайте назад. Он хоть и не кусается, то виндец. Да? Ой, у него зубы-то, конечно. Да не кричи ты. Все. Рой свой. Ну, то ли дрались за самок, видишь? Ну, точно, вон рано прям на спине дрались, наверное. Жопу-то отволочит. Угу. Рой свою норку дальше. Чуть не раздавили тебя, бедного. Чуть не наступили на крота. Летись по лопатой, лопатой со сногу не жахну по нему. Ладно, хайда. Отправились рыбачить на озеро Чины. Но погода нас подвела. Ветер сносил с ног. И дождь промочил нас просто насквозь. Сводки с фронта. Сегодня 28 июня 2020 года. Мы на озере Чины. Поселок Таган. Нас сдувает ветром, заливает дождем. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Мы все равно доехали сюда. Вот оно, озеро Чины. Огромные берегов не видать. Там острова только. И Сережа хочет в эту погоду забросить спиннинг куда-нибудь. Чтобы всем сказать, что он рыбачил на озере Чины. Как вы уже поняли, рыбы мы не поймали. Но озеро Чины запомнили надолго. Но наше упорство было все-таки вознаграждено маленьким прудиком с большим уловом карасей. А вернувшись домой, как вы думаете, что мы сделали? Правильно. Ужаснулись огороду и неделю пололи грядки и косили траву. Заметили первый распустившийся цветочек на клумбе. И еще один. И еще. Собрали чернику в лесу. Наварили варенье. Собрали черную смородину. Ну, не густо. С пяти кустов-то. Ничего не наварили. Просто так съели. Сшили занавески на веранду из старой тюли. Мелочи приятно. Сама расшила. Поехали за грибами. Свернули не туда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Почистили систему водоснабжения лимонной кислотой. Вонь стояла в доме целые сутки. Все окна раскрыли. Все-таки с водой у нас беда. Снова поехали рыбачить на опеку. Рыбу не поймали. Зато встретили такой потрясающий закат. В общем, вот такой получился ролик у нас. Попыталась уместить нашу весну-лето в несколько этапов. Так сказать, понятно, что все не запихаешь в один ролик. Было много чего, что вообще, либо не снимали, либо это очень большой объем информации. В общем, вот как получилось, так получилось. Сжато. Основные моменты мы показали. Васька вышла погулять. Ты вышла погулять? Ты вышла травку поесть? В последнее время выпускаем мы ее на улицу. Надоело ей дома сидеть. Тоже стала уличная кошка. Как и Масяня наша первая. Да, Васька? Хорошо, тепло на улице. А то, конечно. Вот. В следующем ролике мы хотим показать еще одну свою поездку. В этот ролик я ее не включила, но она была. Летом мы ездили в Алтайский край. Мы еще раз ездили. Но первый раз мы ездили не с целью отдыха, как это обычно бывает, а можно сказать даже с такой рабочей поездкой. У нас была определенная цель посмотреть некоторые районы Алтайского края, потому что у нас уже давно зреют мысли о смене, так сказать, дислокации нашей, ПМЖ. И присматриваем мы Алтайский край, сельские районы, то есть какую-то деревню, поселок. И в следующем ролике, если кому-то интересно, может быть, кому-то будет полезная информация, кто-то тоже собирается переезжать. Мы будем рассказывать, какие именно районы мы рассматривали, какую информацию узнавали, что мы вообще планируем там делать, чем заниматься. Ну и, соответственно, информация, которую мы узнавали, она связана с той деятельностью, которую мы планируем там осуществлять. Вот, может быть, кому-то будет полезным и интересным. Да, Васяк? Смотри, плохо станет от травы. Вот такие дела. Так что лето продолжается. Жара опять вернулась. Было у нас прохладно как-то несколько неделек. Вот, буквально на прошлой неделе вернулась к нам жара, солнце. Будем дальше загорать, отдыхать. Вот, смотрите ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем будем рады! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok